Питательный насос предназначен для парового котла, он подает питательную воду на котел. Вот у нас 4 парового котла, 4 питательных насоса. То есть на каждый котел свой насос. С установкой нового оборудования, которое пока до сих пор еще находится под защитной пленкой, коммунальщикам, по их словам, удалось решить сразу несколько важных задач. Во-первых, заменить изношенное оборудование. А во-вторых, снизить число потребляемой электроэнергии. Экономить электричество на котельной номер 2 планируют и за счет замены сетевых насосов. Они отвечают за подачу воды в городские сети. Из 10 миллионов киловатт-часов, которые котельная номер 2 потребляет, их 8 миллионов киловатт-часов потребляет насосная группа. Если взять от него где-то 20%, где-то 1,6, где-то 1,8 миллионов киловатт-часов мы планируем выиграть здесь. Руководство тепловой компании отмечает, что замена насосов на котельной номер 2 – это лишь малая часть масштабной реконструкции, ремонта, инфраструктуры предприятия. Всего же на обновление теплосетей и котельных в Кустанай до 2020 года планируется направить более 4 миллиардов тенге. Есть и очень смелые проекты. К примеру, закольцевать тепловые сети и в летний период обеспечивать город горячей водой с центральной котельной. Но есть и другой вариант. Мы же хотим снизить потери по электрической энергии здесь, чтобы здесь остановить насосы, остановить котлы, потери по газу. Когда мы их объединяем, то есть все на ТЭЦ. ТЭЦ у нас работает в режиме когенерации. Здесь производится тепловая и электрическая энергия. Но если мы здесь на котельной номер 2 завтра поставим турбины, то может быть такой вариант, что мы наоборот отсюда какую-то часть отрежем, дадим от котельной номер 2, а ТЭЦ разгрузим. Призвано сэкономить расходование средств, и это новая модульная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой школу лицей АЗАД. Новое оборудование, снижение высоких КПД, меньше газа тратится. Закрытая система водоснабжения, энергия, газ. Потери воды меньше. Мы считали, что наши затраты сюда 122 миллиона тенге, а срок окупаемости где-то 12 лет. По большей части объектов средства являются заемными. Вернуть их тепловикам будет необходимо к 2030 году. Тепловая компания отмечает, что несмотря на это действующий тариф пересматриваться не будет, если только не вырастет цена топлива. Диара Ахмичин, Андрей Деменок, РТН